Коньяк есть коньяк. Коньяк Украины – это коньяк Украины. Если мы хотим и в дальнейшем получить перспективу более 10 лет, да, долго вроде 10 лет, но они пролетят мгновенно, и мы не успеем оглянуться, как оно уже будет тут 10 лет, нам скажут – меняйте этикетки. А чего мы будем менять этикетки, если мы будем соблюдать общее европейское правило производства продукции. И шампанское Украины готовится, и 100% сырья украинского, и коньяк, и так далее. Поэтому вот это требование – хотим мы, не хотим одно правительство, другое, но заставить нас жизнь, Европа, если мы сами не хотим, перейти к такому названию. Кому выгодно, кому не выгодно. Поэтому вот замечания, которые корпорация прошлась немножко по временным этим демокам, то их надо, наверное, рассмотреть более глубоко, более серьезно посмотреть. Если продукт такой то ли через нас, то ли через кого-то обойдет на наш рынок, то мы должны иметь опять документ, который не вызывал бы споров в дальнейшем, как вызывает по коньякам. То столько сырья, то столько должен быть однозначно. Я, опять же, на ваше рассмотрение предлагаю, как говорят в Верховной Раде, чтобы порубить вопрос, создать какую-то временную комиссию, которая конкретно займется в течение недели или двух. Еще раз, ваше все предложение обсуждается, централизовывается, докладывается и так далее. Вместе с МинОТК, отделом, принадлежим, вместе с департаментом, чтобы потом не было нареканий и чтобы не было хвостов, за которые нас можно будет потом утащить куда-нибудь. По коньякам хвосты есть точно. И, конечно, я бы поддержал однозначно, что коньяк должен быть коньяком. А если мы не будем только смотреть на 10 лет, а коньяк Украины должен быть столько, сколько живет и здравствует Украина. И, конечно же, мы должны создавать, вы сами все понимаете, рабочие места здесь. То есть, если государство пошло на увеличение до полутора процентов компенсации на развитие виноградовства, значит, оно должно находиться здесь рынок. А если мы видим, что декларируется одно, три года дать отсрочку мы сделаем, три года прошло, а ничего не сделано. Тогда зачем увеличивать дотации, Владимир прямо говорит, по виноградовству, кому оно надо. Это становится уже настолько явным, что, наверное, всем становится известно. Поэтому надо спокойно подойти к решению вопроса и поменять свою стратегию. Есть ли у кого-то какие-то предложения по поводу наших вот таких дискуссионных совещаний? Одно хорошо, что это открыто обсуждается. Что-то открыто. Мы сейчас используем сырьевую базу. Да, мы используем чужую сырьевую базу. Мы, заметьте, не готовую продукцию, а сырьевую базу. Мы берем сырье. Нас все обвиняют в Украину, что мы там сырьевой предаток. Так вот, в данном случае мы сырьевой предаток используем там импортные страны. И, возможно, кто же обратит внимание? Я хотел бы только добавить, все-таки не надо же так явно. Если вы берете сырье где-то, то и выпускаете здесь Мерседес и Орпины и все. Это не решение вопроса в любом случае. Вот так, чтобы не нервничать, честно, положите руку себе на сердце. Это же не так. И то, что мы говорим, это не так. Это только группа определенных производителей. Рынок, он и всех. И я начинал свой разговор с того, что давайте думать о всех. Я ни в коем случае не хочу ущемить. Я за здравую конкуренцию. Мы все сгодобуемся, разговариваем и общаемся совершенно нормально. Эта конкуренция, она должна развиваться и должна продолжаться. Но только здраво. Не такими какими-то методами через принятие законодательных актов для того, чтобы вытеснить других стран. Это неправильно. Вы убиваете отрасль здесь. А все остальное, это предпринимательство. Это уже случилось. Это произошло. Рынок поменялся. И коньяк, он уже другой. Продажи коньяка на сегодняшний день в Украине превышают. Посмотрите, какие они были в Украине в 90-е годы. И они сейчас. Это невозможно сделать так, как было вчера. Вернуться к тому, что было вчера. Надо идти вперед и развиваться. И говорить, что мы там завозим, намекать, что мы завозим некачественное сырье, а сами же завозят у тех же производителей, тех, кто на это намекает. Это тоже неправильно. Это создание вашего мнения. Мнения вокруг, мнения антиктивы. Столько 17 миллионов налогов. Никто не говорит и не унижает вас. Вы завозите сырье чужое. Вы пускаете продукт. Вы пользуетесь незаконно названием «Коньяк Украины». Почему незаконно? Потому что... Ну, покажите мне закон, где я делаю незаконные действия. Мы возвращаемся на 3... Все знают, кто был инициатором отмены даже 25%. О чем говорят? А почему вы спятитесь в вашей позиции на 25-79? Не просчитались? Мы любим обернуться в русло нашего, наше тело. Да, согласен. Бренд, вопрос в том, что сегодня в Украине отсутствует нормативно-техническая база производства бренда. То есть документация отсутствует. Не могли бы мы инициировать тогда перед Кента, перед плодмашпроектом, перед министерством, я не знаю, перед Кента, разработку пакета документов на бренде. Потому что то, что мы имеем сегодня в виде временного классификатора, во-первых, он временный. Во-вторых, он, как мы определили уже все вместе, он сыроватый. Мало того, он толкует двояко некоторые нормы общепринятые. Например, средний возраст конечных спиртов он трактует как средний возраст спиртов. Или просто возраст спиртов. То есть у меня есть предложение. Есть вот радикальный у коллег предложение отменить вообще этот документ, аннулировать. И не привязываться к нему при разработке частной информативно-технической документации. Либо его исправить и написать, что он действует до момента разработки пакета нормативно-технической документации на производство бренде. То есть государственного стандарта, не временных, а технологической инструкции на производство бренде. Ну, по аналогии с коньяком. Сегодня уже каждый из нас начал инициативу проявлять в плане той информации, которая поступила о том, что через 10 лет. Мы уже начали готовить инструкции по бренде. И каждый из нас уже готовит. Надо унифицировать этот вопрос. Совершенно верно. Что он госстандарт. Как делается для отрасли в целом и для отдельного взятого предприятия. Если будут делать отдельно взятые предприятия, у нас всегда будут суперечки. Мария Николаевич, одно рассказывает, я другое. Одесса третье, Шаба четвертое. И каждый из нас видит свое в этом документе. Если это будет унифицировано, скажем, наше пожелание и требование. И создан отраслевой документ, как и до этого было создавалось, тогда это будет правильно. ТК-23 у нас есть в конце концов. Давайте выскажем. Когда дальше вам перед ТК-23 о разработке. У Ялонецкого наработки есть, насколько мне известно. У Оленя Ялонецкого. Ну, блин, значит, были. Значит, есть приемли, в конце концов. ТК-23 пока нет. Он сейчас перерегистрируется. И госстандарту разогнали, нету его. Через который координировалась деятельность всех ТК. Но он будет в ближайшее время. Это не вопрос. Конечно, можно. Ситуация какая? Я пытаюсь сделать трехлетний бренди, честный. А ко мне приходит завтра команда из известного ведомства и говорит, да нет, у тебя здесь написано до трехроки. И мне инкриминируют фальсификат. Мне это не надо. Вот какая подоплюка инициирования этого совещания. Унифицированные государственные документы на новый продукт для нас, бренди. Есть на бренди плодовый стандарт, есть на коньяк, но нет на бренди виноградный. Мало того, я знаю, что некоторые хотят выпускать грабу. Граба это и есть под вид бренди, оказывается. Согласно ГОСТа, терминное определение виноделий. Бренди в скобках водка виноградная. Это тоже надо учесть. Это тоже интересы производителя. Я вот о чем говорю. Пора, но пришло время создать такой документ. А я говорю, в принципе, чача, водка виноградная. По-другому называют. Это под вид. Виноградная водка. Не забывайте. Виноградная водка, производительная только бренди. Да, под такой маркой француз. И, к сожалению или к счастью, не ознакомы с какой-то поверхностно-конфликтной ситуацией между старым миром и новым миром части коньяка. Но если нас можно уже слушать, то первое, что мы хотели сказать, мы не собираемся выпускать коньяки, мы собираемся выпускать только бренди. Мы бы хотели, чтобы развитие этого продукта, может быть, он будет иметь трансформацию в бренди украинские в будущем, чтобы он ушел в качественную сторону. В связи с этим, этот документ, который я видел с автором этого отвечения, как предложение. Может быть, и существует ГОСТ, и другая нормативная база в Европе, куда мы придем, мы согласны, что мы туда должны прийти. Но, поверьте, нам совершенно несложно сделать шестимесячные бренди, и нам, молодым, это легче. Мы пробуем, нам с брендами еще можно играться, но в следующий раз вы нас позовете сюда сами. Вы позовете сюда сами. Мы попробуем. Мы не хотим этого. То есть, что такое есть предложение? И шапку пробуем. Так ли сплет, что нам же терять нечего. Вообще нечего терять. Вы создали условия, мы в них втиснулись, нет так нет. А сейчас вы собираетесь их поменять. Рука чешется, мы тоже попробуем там. 25-35 поиграть или не поиграть, переплыть сможем. Поэтому все говорят об одном, об качестве. Поэтому нужно отдать себе отчет, что если двинуться в этом направлении, ну это еще больше усугубит. Давайте чуть-чуть пожестче, вот до этого периода, когда вот он придет, эти 10 лет, и у нас будут следующие совещания. Мы проромняем. Может быть культура, производство и бизнеса поменяется. Мы поменяемся, и мы поймем, о чем говорит Валерий Николаевич. Но сейчас 6 месяцев, поверьте мне, это вот так. Нельзя этого делать. Нельзя этого делать. То есть здесь сидят люди, которые способны говорить и, может, их не сделать. Здесь нет людей, которые это сделают. Это произойдет достаточно быстро. Касательно, если нас тоже можно слушать, касательно перекурки, в этом вопросе положительно только одно. Мы оставим деньги в Украине. Но пока виноградники не пойдут. Не курят из виноградного продукта, спирты. Нет на Украине столько виноградников. Начнем тащиться в виде виноматериалов, для того, чтобы перекурить. То есть вопрос нуждается в обсуждении. Это в части давайте отключемся все-таки от столь важного будущего. Оно важное, да? И совершенно четко поддерживаю позицию Дмитрия Павловича и Александра Петровича. Создать рабочую комиссию. Люди, которые вычитывают все и не будут урывками рекомендовать. Мы обратимся цивилизованно к ТК, которая сформируется, или еще к каким-то структурам, которые изменят в том числе и закон о вине, если он не такой. Но коль мы сегодня живем по этому документу, то есть в целом, допустим, остается такой. Следующее совещание вы будете видеть на шестимесячном бренде. Мы будем пробовать. Присковать и так далее. Это неправильно. Потому что мы должны были, а выпустим, потому что должны быть первыми, потому что знаем, кто выпустит завтра, уже знаем, кто выпустит. Поэтому, коль мы живем по этому документу, давайте его изменив совершенно четко. Шесть месяцев нет. Тогда и закон надо менять. Но сейчас мы не поменяем на сегодняшнем селении. Ну так что, в законе будет одно написано в этом документе, другое? В законе он написан в этом документе. Давайте изменив. они могут быть вообще полгода 2 месяца кратный сход так тогда надо в законе то есть давайте пункт на его измене чтобы дожить до следующего решения мы не можем сдать если я получаю информацию о том что сосед делает шестимесячно я лечу и не пускаю его на лекарь так будет через месяц через два логичи если говорить о марочных брендах я еще раз говорю мы новички коньяк украины должен быть марочный из конечного спирта нельзя каким должен быть марочный бренд мне нельзя делать с украинского спирта я пошел и взял резин под названием почему нельзя есть заводе по которому 3 года выпуска 17 лет я не знаю мы не делаем так мы убили совершенно правильный дорогой спирт к этому подходим вот запретите так я его разрезаю там там его сделают будет он марочным но деньги останутся теперь и там и заработал останутся там деньги то есть мы играем по правилам которые созданы только не знаете как бренди марочный коньяк украины марочный нельзя делать бренд сделали бренд его нельзя у вас начинает получаться давайте определимся поэтому это вопрос дискуссии вычетки и принятие действительно стратегических решений которые будут максимально всех но понятно что всех нас не удовлетворит кто то на что то должен прийти давайте договоримся давайте договоримся здесь нет тех которые будут знать о чем мы говорили и завтра вдруг будет готов их нет никогда сюда не прийти поэтому предложение чтобы там перейти к конструктиву если этот документ может мы пока по нему живем давайте по нему по пункту предложение шесть месяцев убрать оставить в максимальном количестве неконечку чтобы не рождать эти суррога ну и отдельно нигде не звучало марочные бренди оставить каким-каким мы уже не делаем залить его возвращаем выливаем мы же играем мы же играем полярия товарищ пусть предложит и ответит на другую я играл по правилам которые создают девяносто девять процентов рынка я же никогда не хожу на эти совещания как скажете я пришел правила такие я бренд сейчас мне говорят так стоять у тебя опять получается мы тут спали у шапок получилось сейчас еще один вытворит чудеса и опять пораспал я закончу да 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 сейчас что-то учить здесь вопрос не так немножко я прошу прощения я не закончил я не закончил это первое второе опять назначим конкретное совещание комиссию где создадим документы которые не будут порождать разногласия между гипотами под нами я думаю я думаю 17 звонков в день с 18 мнениями не будет спасибо вопрос несколько по-другому звучало если вы так внимательно слушали что начиная разрабатывать инструкции технологические или классификатор под коньяк мы уже будем обману потребителя ради которого мы сегодня работаем да и где разница между коньяком и бренди один к одному только бренди можно как бы где-то завести и заработать дополнительных денег а коньяк нужно будет работать только собственно сырья с вами Валерий Николаевич четко предложил давайте разграничим эти два понятия он не противоречил вам совершенно я согласен а что касается шестимесячного есть регламент европейский который он называл номер который разрешает выдерживать до шести месяцев дубовой талии я согласен емкостью тысячу да а сверх в бутах не менее года я согласен и когда мы говорили об этом мы как бы опыт который уже на работа можно не изобретать велосипед мы не должны этого делать люди уже придумали до нас если мы стремимся в Европу давайте возьмем те требования которые там уже существуют я не против Европы и поддерживаю Валерий Николаевич абсолютно а сегодня возникает вопрос не отрабатывает система чтобы не пустить туда если бы если бы она давайте закроем сейчас прекратим тему дискуссию если система бы отрабатывала в части вина она не отрабатывает мы вводим индикативы мы все придумываем чтобы потому что система не отрабатывает я могу сказать по моему мнению две причины первое то что сегодня нет классификации по бренде то есть мы заходим мы пытаемся что-то сделать но это не нравится ну разным участникам рынка да кто-то свою систему классификации кто-то другую ну да сегодня выгодно завозить конячные спирты из-за границы по одной простой причине почему не срабатывает правильно товарищ говорил вопрос о том что от посадки до получения первого трехлетнего спирта необходимо 8 лет а если учесть что еще заботно уже заказать сашинцы то 9 лет так так вот в чем вопрос сегодня себестоимость деколитра спирта абсолютного алкоголя с украинского сырья стоит 540-580 гривен импортного завезенного из-за границы 340 на 2012 год предложение уже сегодня выравниваются цены импортного и отечественного сырья вот когда это произойдет мы все с вами повернемся лицом уже к внутренним производителям сырья сегодня мы предлагаем для того чтобы закупить дополнительно сырье на виноматериалы высокую цену не можем дать 30 гривен за деколитр хотя спокойно минимальная стоимость столовых ординарных створок вот чем вопрос вы еще добавите куровой техники среднее урожай да совершенно верно и так далее и количество привлеченных поэтому то что сегодня прозвучало полтора процента я считаю это правильно но сразу не сыграют положительные нужные годы для того чтобы все производители местные ну скажем начали думать каким образом расширять сырьевую базу мы в конечном итоге пойдем к ней здесь ничего страшного нет но мы иногда противоречим друг другу когда говорим что у нас есть развитие сырьевой базы в то же время мы кормим других завозя из-за границы здесь извините за пафос должен сыграть какой-то патриотизм патриотизм в сознании нашем очень медленно может сыграть нужен регламентирующий документ который заставит нас быть патриотами поэтому сегодня есть предложение консолидировать все предложения и кому-то поручить разработать технологические инструкции и классификацию по бренде украинские учесть но я с вами согласен иметь не совсем завершенный вид иметь незавершенный вид но я думаю что мы здесь участники процесса не правили или отменять мы можем только внести предложение было доработать давайте изменим если нельзя как и в закон дополнения изменения но разработать так одессе надо чтобы больше трех лет кто-то хочет мне надо как все ни более не менее если есть более чем трехлетний он не даст вам его разрешение на выпуск тоже надо так сделать у нас есть три пункта да раз два три выбрать отсюда коньячную версию да и вставить единственное мы уже марочный сделали не ну не ну на самом деле еще будет один вопрос что там позже я так вот слушал сейчас а потом еще доберется ой ну меня в этой ситуации интересует позиция департамента по контролю что она скажет в этой ситуации она так скромно молчит и ждет документа отработанного а потом будет черкать его справа налево и слева направо когда будем утверждать вот мне очень интересно узнать их позицию что они думают вы писать то вы выпишите соберетесь группой напишите то что вас устраивает и подадите на утверждение вернее на согласование к ним а как согласовывать будем то что заход за бокалами ну дай бог конечно можно ответить я хочу сказать что было очень интересно присутствовать на совещании интересно было услышать мнения представителей производителей но как бы не совсем приятно было слышать такие разные мнения напрашивается вывод что нет согласия между производителями прежде всего вам нужно договориться между собой и выработать что вы хотите видеть от этих причасовых дум одни производители от одних слышу одни предложения от других кардинально другие диаметрально противоположные но вывод напрашивается один что по дСТУ необходимо и выходит с предложением что необходимо работать в ДСТУ пропустить его через ТХ и работать наконец-то по государственному стандарту Украины а что касается один часовых вымок я считаю что министерство сделало максимально что что мы могли от него ожидать данной ситуации потому что последнее время поступало на согласование и утверждение очень много нормативной документации по бренде и каждый производитель классификацию проводил в своем документе кто во что на раз поэтому надрело необходимо в этих часовых вымоках и на мой взгляд министерство подошло к этому очень зваженно и максимально дотримало интересы всех тех производителей у которых уже были утвержденные техничные умовы на данный продукт если сейчас надрела необходимость внести какие-то изменения то это в ваших силах пожалуйста вносите изменения выписывайте новые вымокы на замену старым будем работать рассматривать и поступать в ваших интересах это правильно правильно поэтому от вас ждем документа или по крайней мере четких предложений да и четких предложений документ взять европейский и посмотреть да пожалуйста я еще напомню что единого определения понятия термина рынки несущественно ну как например не знаю что такое хозяин это определение для всех хозяин говорят что этот демократический все зависит оттого сырья из одного бренди приготовлены бренди арбикосовы бренди персиковы бренди цитрусовы бренди сливовые яблоки да есть и бренди яблочные то что мы раньше называли криводокс и сейчас есть да но наиболее распространенный блин естественно виноградное бренди большинство виноградных романтических штрафов зарабатывает именно такое бренди оно по-разному называют тут уже порой и ревнон и сжженное вино и в германии бай бай и виньяк югославии славашки говорится свобовиться югославии и венгрии граппа тоже это итальянские крепкие граппа и так далее но в главных странах это отличается не только по средствам но и по технологиям по условиям вытурки по условиям выдержки по срокам выдержки отличаются у нас же такой сентябрь хочет быть безусловно не можно на премии каким оно должно быть то есть ну мы представляем все что вот это наше собрание наше совещание и объединение будет подознанным каким должно быть украинское объединение не французское не украинское украинское объединение мы собрали предложение предложение пришло правда немного 5-6 предприятий и сделали вывод что буквально нет таких предприятий у которого совпали бы деньги по каким-то параметрам по каким-то условиям предприятий если касается выдержки то одни предлагают нулевой вариант то есть бренди делают молотовывают чуть ли не два раздавлять раздавать другие предлагают шестилет технических условий которые есть два года предложения есть менее легкие предложения выдержки для других соответственно и другие условия разные совершения которые сейчас не даже сложно работать поэтому я думаю что абсолютно правы и правы и правы что в этом вопросе безусловно надо приходить в консенсу как говорят сейчас да сделать какие-то приводы и какую-то установить порядок нужно обязательно надо создать комплект документов на эту продукцию и я считаю что должны согласиться с тем что создать для этого специально рабочую группу по разработке технического задания на производстве в котором указать и сырье отечество и выжим то есть с целью конкретно в этом техническом задании которое в последующем будет заложено и в державный стандарт и в основные правила и в технические инструкции общие и конкретные технологические инструкции на каждое наименование бренки но все должно быть техническое задание а техническое задание я думаю что мы сейчас в такой полемике не сможем сегодня от работы а если создать такую группу она совершенно смогла сделать такое техническое задание на разработку документации конкретных документов которые мы всех выставим согласоваться все только для этого не депутат я думаю тут несложно будет справиться потому что слишком много у нас производитель бренды и все упорядочить а для нас это продукт совершенно новый не было такого продукта поэтому не было их документации я хотел что сказать вы говорили каким же должен быть наш бренд должен быть все таки для нашего бренда прототипом должен быть французским армонием он делается по конечной технологии но имеет отличительные особенности отличительные особенности и в составе сырья и его после перепулки уже кто-то называл что францы пускают спирту для армониака на корон ну и цены каких-то больших не вот ну это такое предложение я прошу но это рабочая группа должна быть объяснить каким же должен быть украинская бренд на что он должен быть а документация нужна обязательно единая документация потому что я вам скажу сейчас значит у нас документов еще нету по бренде фактически может быть есть кто-то свое ТУ разработан не знаю на согласованном министерстве документов нет а выпуска бренде нет причем растет выгруз примитив если полторы тысячи то в этом уже уже 21 тысячи то есть это уже остановить невозможно это уже так если нас погонщик не не остановить поэтому надо сказать с опозданием но надо разработать един показать сам и вот это 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 5 5 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 16 12 На базе УкрВенпрома. УкрВенпром может собирать предложения. На базе должно быть государственного органа, на базе министерства. Потому что только государство не хочет. Венпром собирает, аккормирует и передает нам министерство. Все правильно. Давайте меморандум некий составим. Ольга Алексеевна, запишите присутствующих и включаем всех в рабочую группу. Неправильно. Рабочая группа это не совещание. Это те, кто будет писать, рукой водить по бумаге, излагать мысли свои на этом. А рукой водить будет минимум у людей. Я еще не видел ни разу, чтобы на совещании где-то документ писали. Поэтому его надо именно тех, кто будет... Не, ну все равно докладывать надо кому-то, с кем-то общаться надо, надо. Значит, переписываем всех участников. Я вот так говорю. Что туда в рабочую группу начали ту же самую не включить в это дело? Хоть она тут и не присутствует на совещании, но она-то... Мы еще не формировали. Не, так обязательно. Не, я к примеру говорю. Я просто говорю, что... Дело в том, что для разработки этой документации, для того, чтобы за какие документы, потребуется финансирование по наушам. Потому что я пока не вижу, кто мог ее разработать, кроме тот наш проект. А тот наш проект, я и вчера, и тоже вчера. Я говорю, что они сейчас пока фактически не работают. Чи специалисты на работе не работают, потому что у них нет финансирования государственного. То, что даже было выделено, пока не поступило. И зарплаты начали платить. Поэтому, если решать вопрос о разработке каких-то документов, начиная с технического задания, значит, стандартного, технического основания, основные правила и технологические инструкции, то нужно решать и вопрос финансирования. Кто будет разрабатывать? Все мы здесь сидящие должны за это заплатить. Заключить договора? Зачем документы? Зачем договора? Может заключить Украинпром? Скинули на счет, перекинули туда и в другом. Заключить в другом. Захочет ли каждый из нас заплатить за эту экскурсию? Это как все. Вот тут и надо единое мнение, иначе ничего не выйдет. По-другому не получится. Давайте этот вопрос поручим рабочей группе. Мы узнаем, сколько плодмашпроект захочет за разработку. Донесем вам до сведения. И кто, извините, хочет выпускать, тот должен заплатить. Не хочет, но не будет тогда этого. А если это будет общегосударственное, то... Если это будет общегосударственное, то... Если это будет общегосударственная норма, то платим только на этапе разработки заплатят. А потом будут пользоваться все. А потом будут пользоваться все. Это будет министерство, чтобы регулирующий орган по стандартам разрешил реализацию оставшихся. Это не примет. Я думаю, что это невозможно. Поработать. А варочные... Было когда-то разрешение на остатки от экспорта. Брали разрешение. Спасибо. 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 Спасибо.